Дом Божий И когда воскресенье это особый праздник у нас с вами И мы будем слышать сегодня Слово Божье Будем петь сегодня хорни в сборе, поуехали Кто-то заболел, но мы все равно будем славить Господа Знаете, мы пели такой псалом Хоть мало нас, но Бог за нас Хвала Иисусу, слава Иисусу Мы будем славить нашего Господа И Господь нам дает все для жизни благочестия Господь посылает пищу Господь посылает одежду Сегодня Господь послал нам с Мизури дорогих гостей Которые будут проповедовать нам Да благословит их Господь Говорить слова истины Мы их благословляем именем Господнем Я прочитаю два стишка из Псалма 83 Как вожделены жилища Твои, Господи, сил Истомилась душа моя, желая во дворы Господние Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому Братья и сестры, мы видим, что псалмопевец восторгался великим всемогущим Богом И он говорит, что душа его истомилась, желая быть в Доме Божьем А вот мы в Доме Божьем, слава Богу скажем И блаженный живущий в Доме Божьем, он дальше продолжает Сегодня мы имеем блаженство А блаженство – это высшее счастье в Боге Да благословит Господь всех нас прославить сегодня великого всемогущего Бога Он достоин славы Он имеет на это право, братья и сестры Да благословит Господь каждого из нас Да будет услышана молитва каждого Мы также будем молиться о своих нуждах, о нуждах народа Божьего И встанем на ноги и попросим благословения на это служение Красота и Иисуса светись во мне Чистота и любовь проявись в полне Бог любви огня Оживи меня Чтобы образ Иисуса сиял во мне Пусть увидят во мне красоту Христа О, дух Божий, приди, 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 все во мне измени Пусть увидят во мне красоту Христа О, дух Божий, приди, 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 все во мне измени Пусть увидят во мне красоту Христа Дух святой, приди, 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 все во мне измени И тебя я любил, и мечею со мною ты раздевил. Чтоб я плод приносил, и тебя я любил, и мечею со мною ты раздевил. Пусть душа с торжеством им хвалы поет, славя имя Христа им одним живет. Чтоб мы имя Христа, Христа, прославляли устам, чтобы пела душа им хвалы всегда. Чтоб мы имя Христа, Христа, прославляли устам, чтобы пела душа им хвалы всегда. Жизнь посвящаю тебе, и отдаюсь я в мольбе. Ты управляй ее сам и направляй к небесам. Жизнь эта не моя, так будет пусть твоя. Ее ты сам мне дал, чтоб я тебя прославлял. Мире дьявол царит, хочет меня погубить, чтобы ему я служил, и по греховному жил. Но я тебя болю, силу пошли свою. Ты мне защиту дай, битве с тихом укрепляй. Скоро ты в славе придешь, ты свою церковь возьмешь. Так приготови меня, чтобы достоин был я. Вечно с тобой прибыть, злобу людей забыть. И в небе увидать, то, что ты хочешь нам дать. Вечно с тобой прибыть, злобу людей забыть. И в небе увидать, то, что ты хочешь нам дать. И в небе увидать, то, что ты хочешь нам дать. Слышу я церковь, где не кончается, И сочник мира, радости и добра. Слышу я церковь, где не кончается, И сочник мира, радости и добра. Под звуком самообщего мнения, Я умеряю сердцем для слез. И сочник мира, радости и добра. Слышу я церковь, где не кончается, И сочник мира, радости и добра. Приходит на ночь, я церковь, грусть и добра. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» тоже мы не соглашались, мы звонили церквям, мы звонили близким, мы говорили, чтобы молились за нас, и просто наступил момент, когда он начал дышать, вы знаете, когда машинка, которая качала 100% за него, он сам не дышал, я смотрел на него, и его тело, оно было синее, полностью синее тело, и он был холодный, я ставил мою руку на него, и я чувствовал, что он холодный, я внутри говорил, что ты мучаешь его, нам доктора говорят, вы понимаете, его мозг, он отмирает, надежды нету, вы просто должны смириться с этим, но внутри меня эта жизнь накипела, я не мог с этим смириться, и моя жена, она тоже не смирялась с этим, и в тот момент, когда ты стоял, мы стояли на коленях, мы просто вопиали к Богу, я не думал, какие красивые слова говорить, я не переживал, что обо мне люди скажут, я хотел, чтобы Бог услышал меня, чтобы этот Дух Божий, он пришел в ту комнату, и вы знаете, это произошло, он начал дышать, сперва начал дышать на 1%, потом на 2%, я смотрю, я первый заметил, его рука задвигалась, он и двигался, он просто, он был мертвый, братья и сестры, я не боюсь это сказать, потому что действительно, он был мертвый, он не дышал, он сам просто не дышал, они его раскрыли, я попросил, чтобы дали одеялко, они говорят, зачем тебе одеялко, мы открыли его, ты просто возьми его на руки, и мы отключаем аппарат, я говорил, нет, дайте мне одеялко, ему холодно, они дали нам одеялко, я его накрыл, и они пришли посмотреть, что вы там делаете, что уже и одеялка принес. И когда они пришли и увидели, что он дышит, то они просто в изумление пришли. Они нас сразу с комнаты попросили уйти, сразу медсестер, медбратьев, доктор пришел, и они обсмотрели его, через полчаса нас вызывает. И доктор подходит, я думал, это человек верующий, но это не был человек верующий, но на тот момент, я уже потом узнал, что он неверующий, и она говорит, ты понимаешь, что твой ребенок, он не должен быть живой, ты понимаешь, он не должен дышать. Я говорю, я понимаю, и этот человек, мирской, не знающий Бога, он говорит, молись Богу твоему, молись Богу твоему, потому что она увидела, что Бог живой, она увидела, что тот Бог, которому мы служим, братья, не просто мой Бог, это наш Бог, это живой Бог, который создал небо и землю, он пришел в ту комнату, и он коснулся моего ребенка, и он начал жить. Его назвали ребенок чудо, по-английски miracle baby, это ребенок чудо. И до сегодняшнего дня, мы когда попадаем в больницу, или мы встречаемся, то не знают. Они говорят, мы помним вас, это у вас ребенок чудо, это у вас miracle baby? Я говорю, да, это у нас был. Как он? Я говорю, бегает, играется, на бассейн хочет, на велике катается, и они удивляются. Но это то, что делает Господь. Я повторяю, когда приходит Дух Божий, приходит исцеление, где Дух Божий, там свобода, свобода от греха. Вы знаете, когда я думал раньше, что смерть плотская очень страшная, но очень тяжелая. Но я вам скажу, что нет, что есть смерть, которая страшнее. Это смерть духовная. Это когда человек, он не знает Бога. Это человек, когда он идет, и он не знает куда. Это человек, который не знает, что ждет его после того, как его положат в землю. Вот эта смерть, это страшная. А смерть, которой мы, мы уповающие на Бога, имеющие свидетельство Иисуса Христа, мы знаем, что это смерть. После этой мы переходим от этой, мы переходим в жизнь, в новую жизнь, в новый Иерусалим. Слава да будет Иисусу Христу. Братья и сестры, Господь много чудес делает. Я верю, что не только в моей жизни. Есть побольше чудеса, есть меньше чудеса. Я хотел бы, чтобы мы не были как Филипп, который, он видит руку Божью, он видит милость, он видит столько чудеса в его жизни. Он стоит одесну из Сына Божьего, но он говорит покажи мне Отца. Он что-то другое хотел, как будто его глаза закрытые. Филипп, он говорит, ты меня видишь, я с тобой ты столько видишь, и ты просишь еще что-то. Знаете, иногда в нашей жизни мы ищем чего-то, мы что-то хотим, но не самого Иисуса Христа, не самого этого Духа Божия, который может прийти. Иногда мы ищем чудес, мы что-то другое хотим. А он говорит, жаждущие, я приду к тем, кто жаждут меня, я наполню то сердце. И когда он наполняет то сердце, написано, из чрева потекут реки воды живой. Ты не можешь оставаться один и тот же. Люди окружающие, они будут видеть перемену в твоей жизни, потому что написано, что кто обращал зор к нему, те не постыдятся, и лица их просвещатся, и лица их не постыдятся. Братья и сестры, слава Иисусу Христу! Мы сейчас будем молиться. Я бы хотел, чтобы мы в этой молитве мы воздали славу нашему живому Богу. И чтобы, если в твоей жизни ты нуждаешься в этом, то открой твое сердце перед Богом, чтобы Дух Божий пришел в твою семью и сделал перемену, чтобы Дух Божий пришел и поменял сердце в твое. Мы иногда хотим, чтобы Бог поменял. Поменяй сердце моей жены. Ты видишь, она не понимает. Она так поступает. Она и то, и другое. Господь говорит, я хочу твое сердце поменять. Я хочу новое сердце в тебе сотворить. Я хочу вселиться в тебе и жить в тебе. Слава будет Иисусу Христу! Мы будем вставать на наши ноги. Мы будем поднимать наши руки и возносить молитвы перед живым Богом. Аллилуйя! Будем молиться, церковь! Любовь Христа, безмерно велика, Начало не бьется, как река, И как волна лопсает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, Мы не смогли Иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любви. Иди скорей, скорей, тебя Он ждет, Давно стоит у каменных ворон, Стучит тебе, открой, уже пора, Прими любовь и сладо-серебра. И если б не было любви, Любви Христа, Мы не смогли Иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любви. И если б знал, живущий на земле, Любовь Христа, лишь ею дышат все, И если б Бог любого днял на миг, То этот мир давно уже погиб. И если б не было любви, Любви Христа, Мы не смогли И иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любви. Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и тех, кто лишь одно, Твердили нет, И поднимали смех, А Он с любовью призывает всех, И если б не было любви, Любви Христа, Мы не смогли И иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любви. И как спаситель всех людей любви. И если б не было любви, Любви Христа, Мы не смогли И иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любви. И вновь Добавил тебя спаситель, Всегда за все, что ты дает, Ты мой Господь и мой Учитель, Я знаю, ты ко мне придешь Я под твоей надежной крышей Тебя и день, и ночь зову Благодарю, что просьбы слышишь И воздаешь все наяву Благодарю тебя За то, что ты мне дал За все в моей судьбе Благодарю тебя Благодарю тебя За то, что ты мне дал За все в моей судьбе Благодарю тебя В моих руках вся жизнь земная Моя судьба в твоих руках Благодарю, что тебя знаю Мой Господин на небесах Благодарю, что каждый вечер Молитку слышишь ты мою Благодарю, что мне навстречу Ты ждешь всегда любовь свою Благодарю тебя Благодарю тебя За то, что ты мне дал За все в моей судьбе Благодарю тебя Благодарю тебя Благодарю тебя Благодарю тебя За то, что ты мне дал За все в моей судьбе Благодарю тебя Когда я плачу, ты приходишь И звезды нежно мне утрешь И в счастье ты меня находишь И в горе ты ко мне придешь Благодарю, что в мире этом Меня для грешного нашел Благодарю тебя Благодарю тебя За то, что ты мне дал За все в моей судьбе Благодарю тебя Благодарю тебя За то, что ты мне дал За все в моей судьбе Благодарю тебя Благодарю тебя Благодарю тебя За то, что ты мне дал За все в моей судьбе Благодарю тебя Благодарю тебя За то, что ты мне дал За все в моей судьбе Благодарю тебя Бог подарил мне семью Маму, папу, братья и сестер За то, что подарил нам любовь Я благодарю его вновь Я люблю свою семью И Христа благодарю за нее За его любовь ко мне и к людям Благодарить его будем Я люблю свою семью И Христа благодарю за нее За его любовь ко мне и к людям Благодарить его будем Бог всегда рядом со мной Он охраняет дороги земной И пусть ангел Божий на пути Поможет нам до неба дойти Я люблю свою семью И Христа благодарю за нее За его любовь ко мне и к людям Благодарить его будем Я люблю свою семью И Христа благодарю за нее За его любовь ко мне и к людям Благодарить его будем Я люблю свою семью И Христа благодарю за нее За его любовь ко мне и к людям Благодарить его будем Я люблю свою семью И Христа благодарю за нее За его любовь ко мне и к людям Благодарить его будем Благодарить его будем Слава Богу! Ты царь, царей, победитель Иисус К тебе я воздеваю свои руки Нет Бога сильней, прекрасней и добрей Ты великий Бог всемогущий Ты царствующий иисус в жизни моей Аллилуйя Ты царствующий иисус в цепи моей Аллилуйя Тебе принадлежат небо и земля Аллилуйя, тебе принадлежу и я Ты царь царей, победитель Иисус К тебе я воздеваю свои руки Нет Бога сильней, прекрасней и добрей Ты великий Бог всемогущий Ты царствующий в сус жизни моей Аллилуйя, ты царствующий в сус церкви моей Аллилуйя, тебе принадлежат небо и земля Аллилуйя, тебе принадлежу и я Тебе принадлежу и я Слава Богу Все будет хорошо Вы можете улыбаться Это нормально Иисус, Он помазан елеем радости более соучастников своих Он всегда радуется и поэтому мы тоже радуемся Аллилуйя, Аллилуйя Я перед началом проповеди я люблю это делать Потому что у нас есть учитель И хотя я буду проповедовать, но учитель у нас Дух Святой Иисус сказал, что мы можем Ему полностью доверять Он есть Дух Истины и Он наставит нас на всякую истину И Он сказал, что Он от моего возьмет и Он даст нам Мы этого хотим Мы хотим, чтобы Дух Святой взял то, что принадлежит Иисусу И чтобы Он дал это нам сегодня Поэтому я хочу пригласить учителя Я приглашу Духа Святого, чтобы Он прошел и научил нас Сегодня через Слово, чтобы открыл нам Своё Слово Дух Святой, я люблю Тебя Я благословляю Твоё служение в Церкви Божьей И мы нуждаемся в Тебе, учитель Приди сегодня и научи нас истинам Твоим Научи нас Слову Божьему, Дух Святой Я прошу, я даю тебе это время Делай, что ты хочешь Говори, что ты хочешь Учи нас сегодня, Господь Пусть имя Иисуса будет благословено и прославлено на этом месте Мы просим это всё во имя Иисуса Аминь Аллилуйя, хорошо Теперь можно начинать У меня, знаете, груз сходит с плечей Когда ответственность брать надо, когда Бог Написано, что все будут научены Господа Помазание, которое в вас Оно учит вас всему Всему Поэтому у нас есть учитель Который учит нас всему Поэтому мы будем учиться Слово Божье И тема моей проповеди Я буду говорить о милости Божьей Это, я верю, очень важная тема Особенно для нас, людей верующих Которые родились в верующих семьях У которых есть духовный опыт Нам нужно говорить опять о милости Божьей Мы как-то думаем, что милость Божья Это нужно внешним или миру Но я верю, что милость Божья Она не то, как внешним Она очень нужна нам сегодня Людям верующим И, знаете, некоторые вещи от Бога Мы получаем сразу Ответ на нужду Исцеление Но некоторым вещам в нашей жизни И нам нужно научиться Так просто не дается Вы знаете, что кротости и смирению Нужно научиться Иисус сказал Научитесь от Меня Ибо Я кроток и смирен сердцем Этому нужно научиться У ног Иисуса Так просто не дается И Иисус сказал Пойдите и научитесь Что значит Милости хочу, а не жертвы Этому нужно научиться Так просто не дается Я говорю о милости И с самого начала Слово Божье Оно говорит, что Бог наш есть Отец Милосердия Все милосердие Оно начинается с Бога И милость Его Она обновляется каждое утро Иеремия говорит, что По милости Господней мы не исчезли Ибо милость Его не истощается Вы можете представить, что каждое утро Ты проснулся Весь мир просыпается И люди Они не исчезают Они не умирают Они продолжают грешить Они продолжают Идти на работу Делают свои дела Даже о Боге не думают И они не понимают Что они живые Лишь по одной причине Потому что Милость Божья Обновилась в это утро Как будто бы Как чаша Или сосуд Который наполняется Милостью И когда всходит солнце Бог выливает Свою милость На мир И люди Живут Делают свои дела И даже не думают Что они живые Лишь потому что Милость Божья Их держит Бог любит Миловать Порок Михей говорит Что не Вечно гневается Он Потому что Любит Миловать Если спросить Что Богу нравится делать Что Он Любит делать Ответ будет Он любит Миловать Он есть Бог Который любит Миловать Бог настолько Любит Миловать Слово Божье Говорит Что Он Всех Заключил В непослушании Чтобы потом Всех помиловать Так Бог Любит Миловать Он есть Бог Который любит Миловать Иисус говорит «Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Или познание о Боге более, нежели всесожжение. Этому нужно учиться. Поэтому вместе с вами сегодня я хочу научиться от Слова Божья, о милости Божьей из Луки, 7 глава, 36 стих. Это очень интересное место, это место, которое очень близко к моему сердцу. И Дух Святой, я верю через это место, научит нас, что значит милости хочу, а не жертвы. История начинает, что некто из фарисеев пригласил его, то есть Иисуса, вкусить с ним пищи, и он вошед в дом фарисея возле. Я думаю, что это происходило в Капернауме, это где Иисус начинал свое служение. Я думаю, что этот человек, он был духовный лидер той общины города Капернаума, вполне возможно известный человек, духовный лидер. И Слово Божье говорит, что и вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Я верю, что это не была Мария из Вифании, которая, если помните, помазала ноги Господа, это событие происходило Марка, 14 глава, 3 стих. Это два разных события. Мария из Вифании, она имела большое духовное наследство. Речь, я верю, идет о Марии Магдалине, потому что сразу в 8 главе написано, и Лука пишет дальше, сразу после этого события, что за Иисусом следовали некоторые женщины, которых он исцелил от болезней и от нечистых духов. Мария, называя Магдалиной, из которой он выгнал семь бесов. Я думаю, что Иисус до этого имел личную встречу с Мариной Магдалиной, простил ее грехи и изгнал из нее семь бесов. У нее была плохая репутация. И вот я думаю, что Мария, возможно, подумала в своем сердце, если этот молодой назарянин, проповедник, явил ей столько много милости в личном порядке, что он скажет о ней при виде духовных лидеров? Признает ли он ее или нет? И Слово Божие продолжает, говорит, что и ставши позади у ног его и плача, она начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. А видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был бы пророк, то знал бы кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Иисус, обратившись к нему, сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Но Симон ничего не сказал. Он просто подумал. Иисус обратился к нему и говорит, «У одного взаимодамца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, то он простил обоим. Скажи же, как ты думаешь, который более возлюбит его? Была интересная ситуация. Было два человека. Один должен был очень много, другой был должен очень мало. Но что объединяло этих людей? Это то, что ни тот, ни другой не могли заплатить. И этот человек, он решает прощать и тому, и другому. Иисус задает ему вопрос, «Как ты думаешь, который из них, из этих людей, более возлюбит его?» Но Симон отвечал, «Думай, тот, которому более простил». Он говорит, «Правильно ты рассудил. Правильно ты рассудил и оценил эту ситуацию». И обратився к женщине, говорит Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила ноги мои и отерла волосами головы своей. Ты целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты мне головы маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Поэтому сказываю тебе, что прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Иисус здесь делает связь между тем, насколько мы любим Бога, с тем, насколько мы принимаем Его милость в нашу жизнь. Очень просто. У Симона было маленькое сердце, потому что он не думал, что ему нужно много милости от Бога. Поэтому у него было мало любви к Богу и людям. Мария, она смогла принять милость от Бога. И поэтому, Иисус говорит, у нее большое сердце ко мне. Поэтому она меня так любит. Поэтому ей все равно, что о ней подумают, потому что там сидели лидеры духовные того города. совершенно все равно вошла там, где сидят одни мужчины и начала благодарить его, как только могла. И он говорит ему, «Симон, у тебя маленькое сердце, потому что ты не думаешь, что тебя есть за что прощать». Возможно, Симон в своей молитвой комнате молился так. «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди, обидчики, грабители, прелюбодеи, или как этот брат, или как эта сестра. Благодарю тебя, что мои дети не такие, как вот эти дети». Поэтому его сердце было настолько маленьким к Богу, и он не мог пережить любовь Божью в своем сердце. Мария, мы интересно смотрим на ее историю, она связала свое сердце с сердцем Иисуса. И где мы ее находим? Она последовала за Аннцем, куда бы он ни пошел. Мы смотрим, читаем дальше, мы находим, что у креста, кто был у креста? Мы находим Марию Магдалину. Его полагали во гроб. Кого мы находим? Марию Магдалину. Она смотрела, как тело полагалось во гроб. Кто первый пришел утром к гробу? Кто? Мария Магдалина. Потому что ее жизнь больше не имела смысла без Иисуса. Я думаю, представляю, возможно, она понимала, что камень стоит, как открыть это все, и она шла к тому, кого любила. У нее без него жизнь не имела никакого смысла. Возможно, она думала, если она камень не отвалит, возможно, сядет рядом, так и умрет с тем, кого она любит. И мы находим Мария, когда она стояла, она стояла, и когда увидела, что тела нет, она стояла и плакала. Потому что жизнь ее не имела смысла без Иисуса. Ей некуда идти. И куда ей идти? Тот, которого она любила, с кем связала свое сердце, его, не то, что он умер, его тела даже нет. И наклонившись во гроб, она видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих в одного угла у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они ей задают вопрос, женщина, что ты плачешь? Кого ищешь? Она как будто не обращает внимания, что это ангелы, и говорит, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Если бы я увидел ангела, или мы бы увидели ангела, мы, наверное, упали бы на землю и записали в своем молитвенном дневнике два ангела, написали бы книгу, начали бы служение. Она как будто не замечает. Ангелы сидят, но ее сердце болело того, потому что не было того, кого она любила. И отступивши назад, она оглянулась, обернулась, и она видит Иисуса, но она не узнала Его. И он повторяет те же слова, женщина, что ты плачешь? Она говорит, думая, что это садовник, говорит, господин, если ты взял Его, дай мне Его тело, отдай мне Его тело. Он говорит, Мария, и вдруг у нее открываются глаза, и она говорит, учитель, или равунтий, Он говорит, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, но иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Иисус говорит, пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, и Бога познания более, нежели всесожжения. Наша жизнь часто, она больше похожа не на жизнь Марии из Вифании, у которой было большое духовное наследство. Ее все знали, они жили возле Иерусалима, Вифания была рядом возле Иерусалима, и когда умер Лазарь, очень много лидеров приходили на похороны. Это была известная семья, Лазарь, Мария, ее сестра. Но наша жизнь очень часто похожа на жизнь Марии Магдалины. Мы утопали в грехах, но в один момент вошел Иисус, простил нам все грехи, изгнал из нас всех бесов и дал нам наследство все равно. Размер нашего сердца любви к Богу зависит впрямую от того, насколько милости ты принимаешь его в твою жизнь. Если ты думаешь, тебе не за что каяться, тебе не за что, тебе много милости не надо, твое сердце будет маленьким. оно будет маленьким. Но Дух Святой, Он хочет сказать, что сейчас, особенно нам, людям, верующим, которые выросли, можно сказать, в церкви, и мы, может быть, не думаем, что нам нужно много милости, а Бог говорит, а я хочу, чтобы твое сердце было большим, но я хочу, чтобы ты увидел, что сколько много тебе нужно милости. Когда я стал приближаться к Богу, и первое, что я стал замечать, и когда ты с Ним начинаешь разговаривать и вести личную, такую близкую жизнь, когда приходит свет, знаете, когда в комнате темно, ты заходишь в комнату, и вроде все нормально, пока не включаешь выключатель, поднял, включил свет и увидел, какой там мусор. До этого не видел, жил в этом гарбиче, и нормально вроде было все, пока свет не пришел и увидел, сколько там мусора. Говорю, Господи, а как это так? Я даже это не видел в своей жизни. Поэтому, когда я стал приближаться к Богу, и первое, что я стал замечать, когда свет стал увеличиваться, я стал больше видеть. Я стал, Господь, прости меня за это, прости меня за это, а у меня оказывается вот эта проблема с этим. Я говорю, очисти меня, Иисус, а мой меня кровью твоей святой. Я не хочу это в моей жизни, я даже не знал, что это у меня есть. Все эти слепые стороны. И по мере возрастания света в нашей жизни мы начинаем видеть, и мы нуждаемся в милости от Бога больше, и больше, и больше, и больше. И когда мы нуждаемся в милости больше, и больше, наше сердце начинает расти шире, и шире, и шире. И приходит момент, когда наша жизнь не имеет смысла без Иисуса. Не имеет никакого смысла. Потому что столько милости принял в свою жизнь. Как дальше жить без Него-то? Нереально, непрактично, и как это вообще возможно? И думаешь, как я вообще раньше жил? И потом Слово Божие говорит, пойдите и научитесь. Надо научиться. Что значит милости хочу? И Бога познания больше, нежели всесожжение. Мы готовы прославлять, приносить, служить. А он говорит, нет, нет, что важнее, это Бога познания. Бог говорит, я хочу, чтобы ты знал меня. чтобы ты знал меня лично. Я хочу, чтобы ты любил меня, потому что я люблю. Знаете, как любит Бог? Всем сердцем. Он по-другому любить не может. Любит всей душою. Он любит всем разумом. Бог любит нас всей своей крепостью. Бог любит нас, как Бог любит Бога. Как Отец любит Сына. И той любовью, которую Отец возлюбил Сына, Иисус говорит в Иоанна 17 глава, той самой любовью, какой? Всем сердцем, душою, разумением и крепостью. Той самой он любит тебя и меня. Той самой любовью. То есть, это вопрос, Господи, насколько ты меня любишь? Он говорит, всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью, так само, как я люблю своего Сына Иисуса. И когда это откровение пришло в мое сердце, я тогда понял, что без Бога и без Его любви в моей жизни в жизни не имеет никакого смысла. Только там мы находим целостность, только там мы находим счастье и радость в Божьей любви, когда мы принимаем ее в сердце. Как мы принимаем в сердце? Милость. Мы должны принимать милость. Знаете, почему мы не можем миловать других людей? Потому что мы не принимаем милости для себя и у нас нет милости для других. Мы не можем любить людей, если это любовь Божьей, она не будет в нашем сердце. Это нереально, это непрактично. Мы думаем, что мы их любим, но мы их не любим. Потому что любовь, она не просто на уровне мыслей или понимания. Любовь – это эмоция, очень глубокая и сильная эмоция. Это какие-то переживания. Иисус говорит, возлюбите ближнего своего, как самого себя. Очень часто мы ненавидим ближних. Знаете, почему? Потому что мы ненавидим самих себя. Мы не можем любить ближнего, потому что мы ненавидим себя. У нас нет любви Божьей. И поэтому Иисус говорит, нам нужно научиться принимать милость от Бога в нашу жизнь. И это только будет в контексте отношений близких и личных с Иисусом Христом. Нет другого пути. Другой путь это религия. Она мертвая, безжизненная, формальность. Приходим, все форма, но нету там духа, нету там жизни, нету любви и милости. Поэтому Слово Божье призывает нас сегодня, чтобы мы начали принимать милость Божью в нашу жизнь. просто принимайте. Принимайте. Просите, чтобы Дух Святой просто открывал вам. Господи, я хочу близких отношений с Тобою. Поведи меня туда. Освети меня Твоим светом. Что препятствует моей жизни любви? Покажи и убери это с моей жизни. Не хочу больше так жить. только через взаимоотношения с Богом мы сможем начать принимать милость для нашей жизни. Милость, милость, милость. И сердце наше шире и шире и шире и шире и шире. И потом приходит момент, когда без Иисуса жизнь не имеет смысла. Вы знаете, что Мария Магдалина, о ней в книге Деяния апостолов ни одного слова не сказано. Ни одного чуда она не сделала, но я вам скажу, что на улицах неба все знали ее имя. Я уверен. На улицах Нового Иерусалима ее знают, кто такая Мария, которая любила Иисуса. Поэтому я хочу молиться с вами сегодня, чтобы просто Дух Святой помог нам. Я понял, что без Духа Святого мы даже не можем, не знаем, с чего начинать. Как любить Бога? Да я не знаю, я хочу, но что делать? Иисус говорит, я пошлю вам другого утешителя, он вас научит, и он вам поможет. Поэтому в этой молитве я хочу прости Духа Святого. Дух Святой, Иисус сказал, что мы можем полагаться на тебя. Помоги мне, учитель, научи меня, как вообще, с чего начинать. я хочу близких взаимоотношений, я хочу, чтобы мое сердце, оно было широким, чтобы я любил тебя. Не просто на уровне мыслей, чтобы эмоции, чтобы сердце горело, чтобы я чувствовал твою любовь ко мне, и у меня были такие же эмоции любви к тебе. будем молиться, будем просить Духа Божьего. Аллилуйя, давайте встанем. О, Дух Святой, ты такой добрый. Буду жить под защитой твоих крыл, буду я в мире Божьей любви. Ночь настанет, но я не убоюсь, когда я под защитой твоих крыл. Под защитой, под защитой, под защитой твоих крыл. Под защитой, под защитой, под защитой твоих крыл. Я спасен под защитой твоих крыл, мой покой Под охраной твоей Пусть летят стрелы Я не убоюсь Когда я под защитой Божьей крыл Под защитой Под защитой Под защитой Твоей крыл Под защитой Под защитой Под защитой Твоей крыл Хочешь жить Под защитой Его крыл Хочешь быть Под охраной Его Встать скорей И Господу иди Будешь ты Под защитой Его крыл Под защитой Под защитой Твоей крыл Под защитой Под защитой Твоей крыл Под защитой С миром Божьим, братья и сестры! Субтитры подогнал «Симон»!